Добро здоровиться уважаемые посетители моего канала в данном видосике мы с вами поговорим о том откуда взять силы и как один из вариантов я вам расскажу это силы родного дома не так то просто знаете сделать чтобы у вас действительно был родной дом чтобы те воспоминания которые его касались уже помогали вам обрести душевное здоровье покой как-то напитать силы и все это знаете закладывается в детстве я вот сейчас я живу в доме который я сам построил жена благородила и мне очень он нравится знаете вот все как-то тут сделано так чтобы жить трудиться растить детей двое детей здесь выросли взрослые я думал что и дальше будут здесь со мной жить там сын семья сына но к сожалению получилось так что вот он хочет сам знаете я не против того чтобы семья молодая семья сами там жили но тем не менее тем не менее вот если вспоминать свое детство да моя мама была недовольна потому что все таки стесненного было в две комнаты в одной комнате там бабушка с дедушкой жили а мы там практически сначала втроем а потом даже четвером сестра родилась жили вот этой маленькой комнатке но вот то знаете общение с той же дедушкой с той же бабушкой как-то как-то они вот остались надолго моей нам памяти и это очень хорошо и вот я работаю с разными источниками у меня есть свой собственный опыт есть и вот если вот в это знаете детство окунуться когда ты там была трехлетним там ребенком четырехлетним пятилетним вспоминается много такого милого и хорошего что знаете вот как-то я вот с вами говорю и невольно вот вот подпитываясь той молодостью той вот какой-то детской непосредственности которая которая была тогда и вот как раз когда вот все эти детские вещи проявляются воспоминания так далее мы попадаем в ту ту атмосферу которая как-то нас подпитывает есть такие люди которым снятся сны вот они живут где-то в городе трудятся там пашут в конце концов устают от силу этого безумия погони за успехом там за деньгами и так далее начинают знаете просто-напросто они выдухаются и вот если у них было такое детство то можно в это детство осознанно ходить некоторым снятся сны сны знаете такие вот хорошее я вот помню летнее утро такое свежее летнее утро ранее никого нет солнышко рассвет тишина такая знаете вот это такое умиротворение различные там у бабушки там растения имеются и ты вот просыпаешься среди всего этого там смотришь как ну там ходишь найти еще в этой квартирке бишь босыми ножками смотришь там допустим какие-то особенные часы там имеются или еще какие-то вещи которые вот врезались тебе память а там допустим бабушка там делает какие-то ну какой-то там завтрак что-то там кипит особенно знаете допустим если варится а вишневое варенье о вишневого варенье это было лакомство для нас детей особо тогда не было и ты допустим там шьешь вот этот кусочек хлеба намажешь на могут намажут тебе вот этим вареницем и ты рад этому как самому вкусному лакомству вот это все знаете вот вот эти все воспоминания а если сон приснится это еще конечно лучше будет если человек может вот все это дело вызывать во сне они тебя подпитывают они тебя настраивают на на позитивно на все хорошее вот и вот допустим я в свое время когда родился то думали что это вообще-то там умру но вышло так что что не получилось это и вот знаете вот это вот какая-то атмосфера этого дома вернее квартиры атмосфера от этого всего очень и очень значит как-то мне помогла помогла вот я подпитался напитался вот еще мне нравится найти и почему я захотел вот большой дом и чтобы было много земли это чтоб был большой сад я вспоминаю когда мы съездили на море к маминой сестре а она жила как раз там с дядькой с дядькой мужа дядька был не непростой знаете дядька а он был соратник Мичурина работал с ним по селекции и у него был большой сад в котором он и дом большой был в котором он выращивал в этом саду виноград причем особая сада и знаете вот даже с грузии ехали к нему с армии из грузии покупать вино которое он уже делал с этого винограда видите можно как бы сказать жить я вот вспоминаю вот этот большой сад особенно вечером летали светлячки вот я ловил опять-таки сколько там не было на года четыре пять вот это вот все вспомнилось и вот это вот как бы захотелось вот так вот сделать есть конечно такие моменты как вот отец как после того как я построил вот этот дом отец мой пришел и говорит знаешь вот дед мой дед иван хотел построить домик он собирал знаете окна там двери все это там такое для того чтобы что-то там начать строить но не получилось а вот внук построил то есть я вот построил как бы сказать вопрос оплатил дедовскую мечту в том чтобы действительно вот осталось твое какое-то родовое гнездо вот приходят внучки а и внучки есть где побегать потому что там они сидят в квартире и это а тут пожалуйста собака побегают половят бабочек половят там кузнечиков растут вот разного рода цветочки это благодаря жене моей она все это дело значит сажает сейчас даже посадила помидоры выросли растет огромный кабак и и вот это вот все еще убранство там которое она сделала ну у меня тут видите я тут мое так сказать аскетичное вот здесь я там сплю здесь это тружусь а как сказал один мой знакомый ты тут можешь неделями не выходить из этого все тут есть вот но зато она все это там сделала там за навесочки все следит за этим порядком за этим домом убирает но я со своей стороны конечно вот есть различные да допустим вазочки скатерти и разного рода какие-то фигурки знаете из камня тоже у нас есть я такой любитель иконы есть вот возможно вы видите эти иконы как раз вот здесь вот на над головой еще у меня икона плет важно создать свое место такое чтобы она тебе как-то и защищала и подпитывала вот очень очень значит вот такого когда детство какое-то беззаботное такое легкое вот дом начинает обладать определенной магии которая которая начинает вам помогать я не зря держу различные там вещи вазы и прочее прочее благодаря такой знаете примитивной работе с этими там вазами так далее здесь создается атмосфера я не переношу особо маз насколько вы поняли я сам не матерюсь то есть можно свою мысль выложить без всяких матерных слов а когда человек конечно живет вот в большом доме на квартирном соседи разные бывают вот это вот на эти матерная это лексика которая уже вошла в нас будет ничего хорошего не несет и поэтому я вам настоятельно советую создавать в месте где вы живете вот такую мини атмосферу которая бы показала что за человек здесь живет как вы относитесь к земле на которой живете как вы вокруг там поддерживаете чистоту порядок и прочее 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 как вы ухаживаете за растениями жена посадила тут уникальный знаете сад не только фруктовые деревья а очень много хвойных елки там растут кипарисы потом этот можжевель да и причем не один вид а несколько и все это создает такую атмосферу что мне нравится свой дом свой участок вот можно сказать свое это поместье в котором я отдыхаю набираюсь сил и мне особо никуда не хочется вот куда-то туда сюда это все вот этого знаете смена вот это вот обстановке только надо для людей которые вот как-то не могут создать себе участок место где бы не отдыхали огромное количество людей которые живут или жили в семьях в которых их не поддерживали гнобили и прочее прочее и знаете вот те проблемы которые человек получает в своем раннем детстве либо благодать либо вот что-то хорошее что он вынес от этого раннего детства позволяет ему и до самой старости жить здоровой жизни а если начали проблемы там семья которая там жила в которой был каждый сам по себе то все эти семена вызревают в пожилом старческом возрасте в виде самых различных заболеваний так что профилактика и пополнение энергии пополнение энергии вот возможно просто если вы себе себя представите во время своего детства когда вы чувствовали себя наиболее хорошо когда вам было радостно интересно встречать вот свое новое утро примерно в возрасте года 4 всходит солнышко прохлада зеленеют птички там поют и вы вот в отчим доме бежите на запах варенья намазываете его на хлеб бабушка с удовольствием вам все это намазывает кушайте и вот оно счастье и вот оно здоровья я залегали каком на 3 с лишним отойти видели от камеры килограмма на 3 залегали а вот она рыбацкое счастье